МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восстановлены художниками крайне быстро, что вызвало недоверие к их трудам. Вывеска с названием была запрещена, как оскорбляющая храм искусства. Среди ее участников были братья Ларионовы, Малевич, Татлин, Филонов, Шагал, будущие звезды российского искусства и менее заметные мастера. Название «Ослиный хвост» было выбрано не случайно. На парижском салоне независимых группа противников нового искусства устроила мистификацию, выдавая кусок холста, испачканный ослиным хвостом с привязанными к нему кистями, за произведение современного искусства. На это мгновенно среагировал Ларионов, присвоив выставке название «Ослиный хвост». Цензура запретила показ десяти картин. Одну композицию Роговина, один эскиз натурщицы Филонова и восьми Натальи Гончаровой на религиозную тему. Бесспорными лидерами и организаторами выставки были Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, неразлучные с девятисотых годов и прошедшие рука об руку до конца своей жизни. Михаил Ларионов родился 3 июня 1881 года в Биссарабии, в Бендеровской крепости, недалеко от Террасполя, в семье полкового врача. Его отец происходил из рода старообрядческих поморов, селившихся на берегах Белого и Баренцева морей. Окончив московский университет, молодой врач вскоре женился на южной красавице из Террасполя. Первенца своего они назвали Михаилом. Вскоре у Михаила появился брат Иван, а позднее сестра Ксения. Террасполь был провинциальный, пестрый южный город. Многоязычное население, пестрые базары и кустарные лавочки расцвечивали его нехитрый быт. В 1893 году семья переезжает в Москву на чистые пруды. В июле 1898 года Михаил Ларионов подает прошение в Московское училище живописи, вояния и зодчества и поступает в первый класс общеобразовательного отделения. Все кругом напоминало любимую живопись. Даже краски можно слышать, приближаясь к чугунной лестнице, ведущей на второй этаж, где художники пишут с обнаженной модели, пишут портреты и картины. Графику и живопись здесь преподают Иванов и Бакшеев. Русскую историю читает Ключевский. Здесь, в 1901 году, Ларионов знакомится с Натальей Гончаровой. Завязывается роман, определивший всю их дальнейшую жизнь. Гончарова родилась 3 июля 1881 года в Тульской губернии. Род ее идет от пушкинских Гончаровых. Жена Пушкина, Наталья Гончарова, приходится ей двоюродной прабабкой. Наталья Гончарова поступила в училище, но на скульптурное отделение к знаменитому Павлу Трубецкому. Марина Цветаева, написавшая о ней очерк, скажет, «Внешняя жизнь Натальи Гончаровой так бедна событиями, что даже не знаешь, какие назвать, кроме дат рождения выставок». Встреча с Ларионовым, что называется, была роковой. Он ей безапелляционно сказал, «У вас глаза на цвет, а вы заняты формами». Я вдруг поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи. Субтитры создавал DimaTorzok Вскоре они поселились в квартире в Трехпрудном переулке. Этот дом был построен отцом Натальей Сергеевной, архитектором Гончаровым в конце 19 века. Квартира состояла из трех комнат. Первая служила кухней, вторая – спальней, а третья, самая большая и самая просторная, и светлая, служила мастерской. В мастерской был минимум мебели. На полу лежали циновки, а наверху располагался стеллаж, и картины стояли ребром наподобие книг. Когда приходили гости, они садились на циновке, и подавался пирог с ливером и с капустой. Весной Лоренов оканчивает общеобразовательное отделение и его переводят в головной класс. Лето он проводит в Тирасполе. К нему приезжает Наталья Гончарова. Здесь, на его родной почве, ожили и стали еще понятнее герои его картин провинциальные франты и парикмахеры, прототипы которых можно было встретить на улицах города. Все было так мило и уютно в Тирасполе. Кабачки, маленькие лавочки, двухэтажный трактир на площади, в котором мы обедали, с полногрудой красавицей, написанной прямо на стене, и, вероятно, очень похожей на ту, которую видел Чичиков в трактире губернского города. Все живет какой-то странной фантастической жизнью. За этот сезон Лоренов написал около ста работ с натуры, меньше, чем обычно. Гончарову пишет вещи, как и он, навеянные импрессионизмом. Холсты этого времени – высшая точка лореновского импрессионизма, полученного как бы из первых рук от Эдуарда Мане, Клода Мане, Ренуара. Историк и теоретик русского мангарда Николай Пунин позднее оценит этот период Лоренова как лучший за последние 15-20 лет в русском искусстве и выведет Лоренова на равные с учителями места. Лореновское восприятие не просто передавало жизни ее движения, как у большинства импрессионистов, оно обессмертивало мгновение, по выражению Михаила Пришли. Лоренов как бы свидетельствует, только под солнечными лучами все оживает. Жизнь невозможна без солнца, она гаснет вне его лучей. В этих сериях Лоренов пробует разобраться в вечном превращении живого в неживое – жизни и смерти. Михаил Лоренов делает золото знаком солнца, а паутину – бесконечной нитью жизни. Живы Кислоренова этого времени эволюционируют необычайно быстро. Упрощение форм, звучный цвет, сочная красочная фактура, взрывная сила, интенсивность делают его проводником новых течений. Столь же быстро меняется и Гончарова. В такое утро от девяти до десяти я установил наклонно снятую из петель дверь, речь идет о террасполе, прибил на нее холст и начал писать кусты цветущих роз. Почти весь сад моей бабушки, громадный для города, был окружен густыми кустами роз. Да, я установил свою дверь и писал. В это время услышал хлопанье железной ручки о калитку и голос почтальона «Палыч, Палыч, вот письмо». Через забор калитки свешивалась рука с письмом. Калитка от дома была на порядочном расстоянии. Письмо уже летело, качаясь в воздухе, упало на сырую траву, когда я подбежал к калитке. Переволновало оно меня очень. Было оно Дягилева. Дягилев приглашал меня на выставку в Париж и просил меня приехать в Москву, чтобы посмотреть мои работы. Дягилев стремился выхалить русскую живопись, вычистить ее и, главное, возвеличить на Западе. Диктатор, не склонный к компромиссам в искусстве, он отобрал 750 работ, невзирая на протесты самих авторов. Этот первый Дягилевский сезон не имел аналогов. Французы восторгались иконами, портретами Левицкого, но Врубеля не ценили. Слишком сложно. В зале Врубеля, где никого не было, Судейкин и Ларионов неожиданно встретили коренастого человечка, похожего на молодого Серова, который часами простаивал перед картинами Врубеля. Это был Пикассо. Русскими увлекались. Ларионов был включен в список лиц, представленных к званию действительного члена французского общества художников, приобретя право выставлять ежегодно в Большом дворце несколько картин без учета мнения жюри. В декабре 1910 года в доме Левенцона на Большой Дмитровке открылась выставка «Бубновый валет». В экспозиции участвовали работы Кончаловского, Куприна, Лентулова, братьев Бурлюков, Малевича, Кандинского, будущих мастеров русского авангарда. Название выставки придумал Михаил Ларионов и Лентулов. Бубновый туз был символом шарлатанства, бубна ставилась на спине арестантов. Эпатаж названия устраивал Ларионова. Он считал эту выставку первой в серии выставок, расчищающих дорогу новому искусству. Выставка вызвала единодушное негодование. Иначе как шарлатанами, мошенниками, подлецами художников не называли, хотя о Ларионове в прессе были и другие отзывы. Он очень талантлив, это бесспорно, но в его талантливости есть что-то весело-дурацкое. Субтитры создавал DimaTorzok Гончарова идет тем же путем, что и Ларионов. Она часто впадает в нарочитую грубость, ей несвойственную. Машков, Лентулов, Кончаловский, Ларионов, Гончарова — вот ядро бубнового валета. Они различны по темпераменту, но составляют одну целую группу. У них есть живописный инстинкт. Они талантливы, они дерзки. Но они слишком доверяют непроизвольным жестам руки, которая водит кистью. Они не умеют себя ограничивать и недостаточно строго сами себя судят. Все произведения были радикальными и выявили новую ступень в новом искусстве. Между тем, лидер бубнового валета Петр Кончаловский писал «Наша группа ничуть не думала эпатировать буржуа. Ни о чем, кроме живописи, кроме решения своих задач в искусстве, мы никогда не думали. Идеология пришла позднее». Ларионов не отметал содержательность искусства, не отрывал его от жизненных соков российского бытия. У него был редкий и бесценный дар, о котором говорил Лев Толстой. «Просто уважение. Уважение ко всему и за все. Уважение вот к этому лопуху из чистокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной с водой в колее дороге». Ларионов, Гончарова, Малевич, Татлин и другие левые берутся полемизировать с основной группой и скоро выйдут из состава объединения. В обществе «Бубновый валет», утвержденном 1 ноября 11-го года, их имен уже не будет. Зато 8 декабря Общество свободной эстетики делает однодневную выставку работ Ларионова. Это будет его единственная персональная выставка до революции. Окончательное разбежевание группы Ларионова и Кончаловского произошло на знаменитых диспутах, первый из которых состоялся 12 февраля в большой аудитории Политехнического музея. Зал, вмещавший тысячу человек, был забит до откровения. У входа столпились не попавшие в него, пришлось вызывать полицию. Диспуты были специфически русской формой общения, их не было в 19 веке. Кубисты во Франции их не устраивали. Эти российские диспуты 10-х годов будут возобновлены в политехническом в 60-е годы 20 века. Правда, связаны они будут с поэдией. А 12 февраля 1912 года в политехническом заседал президиум во главе с Кончаловским. Ослино-хвостовцы, сцепившись с бубновым валетом, ломали пепитры и били физиономию. Ларионова, заявлявшего о консервативности бубновых валетов, не захотели слушать и прогнали с кафедры под улюлюканье залы. Из пиджака торчит рубашка, пятнисто-грязный и синий цвет. Лица подобья даже нет. Но на чурбашке есть фуражка. И это все автопортрет. Искусство. Искажение действительности, а не копирование ее. Я слышу, Пушкин, долго ли мертвые будут хватать живых? Да, Распутин занял и в искусстве пост. Он валет бубновый и ослины и хвост. В июне 1913 года Ларионов пишет небольшое эссе «Лучизм». Он считает, что глаз воспринимает не сам предмет, а сумму лучей, отраженных от него и попавших в поле нашего зрения. Если мы желаем написать то, что видим, то и должны писать сумму отраженных от предмета лучей. В картинах этого направления создается эффект проскальзывания реальности мимо нашего глаза. Гончарова наделяет цвет своих лучистских работ символикой. Зеленый цвет беспечности, желтой радости, красной страсти, черный цвет смерти, синий надежда, цвет напоминающий быть всем вместе. Цвет в работах Ларионовой и Гончаровой несет символическое значение. Он пронизывает все мироздание, освещает жизнь. Эта жизнестроительная сила искусства будет подхвачена всем авангардом 20 века. Сознавая свою роль, Ларионов писал, «Моя задача не утверждать новое искусство, так как после этого оно перестанет быть новым, а стараться, поскольку возможно, двигать его вперед. Утверждением занимается целый ряд более бездарных людей, чем я, это их удел». Одновременно с лучистскими построениями в 1912 году Ларионов пишет серию «Венер» и цикл «Времена года» из четырех картин «Желтую весну», «Коричневую зиму», «Сине-зеленое лето» и «Ультрамариновую осень». Полотна напоминали детские рисунки с написанными с ошибками словами, человеческими фигурками и птичками. За этим угадывалась какая-то новая мифология. Еще одно начинание Ларионова вызывало ярко отрицательную реакцию. Не новые, а просто циничные работы Ларионовой и Гончаровой. Эти новаторы, надоевшие своими трюками, все стараются открыть что-то небывалое. Гончарова и Ларионов раскрашивают лица и ходят по Кузнецкому мосту, распугивая прохожих. Но одновременно работают, призывая к освоению традиции, преемственности, связи Востока и Запада, к осознанию в искусстве своего собственного пути. В декабре 13-го года в кабаре розовый фонарь происходит инцидент. Маяковский читает свое стихотворение Нати и плюет в публику. А если сегодня мне, грубому гумну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам. Я без ценных слов транжир и мод. В два часа ночи появляется с раскрашенными лицами Гончарова и Ларионов. Гончарова бьет по лицу присяжного поверенного Шрейдера, тот вызывает Ларионову на дуэль. Поэт Бальмонт провозглашает, да здравствуют окружающие Ларионовы идиоты. В январе 1914 года на экраны выходит фильм «Драка в кабаке номер 13» с участием Ларионовой и Гончаровой, которая снимается с раскрашенным лицом и обнаженной грудью. Ларионов предпринимает попытку создать футуристический театр Футу, упреждая при этом инициативу Маяковского, Матюшина и Малевича. Но не удалось. Последняя выставка, которую Ларионов устраивает в России, называется номер 4. Она замыкает серию задуманных им выставок, начиная с губного валета. Отмечая общее настроение участника выставки, художник Сергей Романович вспоминал «Все как будто с ума посходили». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «В военную форму оденут даже Хлебникова и Маяковского» из воспоминаний Сергея Романовича «Несколько дней промелькнуло, и вот мы провожаем вас с Рижского вокзала в неизвестный и опасный путь. Он стоит одетый в военную форму на ступеньке вагона уже движущегося поезда, веселый, оживленный, но взволнованный, не желающий показать ни тревоги, ни сомнения. Чтобы еще больше не расстроить тех, кто его провожает, и прежде всего ту, с которой он делил так много жизней». В октябре в тяжелом состоянии Лариона заставляют в госпиталь в Москву. Дягилев шлет телеграмму за телеграммой, где призывает «немедленно приезжайте, с нетерпением жду». Они уезжают, чтобы никогда уже не вернуться в Россию. Начинается то, что Марина Цветаева назвала «после России». Это очень точно, потому что национально-русское в работе Гончарова и Ларионова зарубежного периода не исчезало, а лишь уходило вглубь, становилось потаенным. Музыка «Музыка» В одном из своих писем Гончаровой Ларионов пишет «Мне удалось снять мастерскую. Стоимость – 2700 франков. Надеюсь, все уладится». С 5 мая 1915 года они поселились в доме по улице Жака Кало 16 или по улице Сен 43. Дело в том, что это был угловой дом и он имел два адреса. Это был действительно официальный адрес Ларионовой и Гончаровой. Но была еще одна мастерская, о которой упоминают современники на улице Висконте 13. Из воспоминаний художника Юрия Аненкова. В их квартире всегда царил неисправимый, но весьма поэтический беспорядок. На стенах, на полу, на диванах, холсты, акварели, рисунки, набитые рисунками бабки. Книги и журналы, иногда чрезвычайно редкие, столетние и очень ценные. Передвигаться в комнатах было трудно. Стулья и столы тоже были загружены всевозможной документацией, касающейся вопросов искусства. И снова рисунки, акварель, гуашь. На всем этом царила атмосфера радушия. Каждый листок бумаги, газетная вырезка или книжная обложка привлекали к себе внимание. Их мысли часто были о России, где умерла мать Гончаровой, национализировали дом. Слава Богу, друг семьи Николай Виноградов вывез на подводе картины, которые затем передаст Льву Жегину, а тот будет постепенно приправлять их в Париж. Гончарова писала, «Вчера мой друг сказал, я не знаю куда, в какую страну поеду умирать. Всякий человек умирает в какой-нибудь стране, и я плачу сегодня горькими слезами. Разве ты не вернешься в наш дом?» Они никогда не чувствовали себя французскими художниками. Ларионов так до конца жизни не выучил французский язык, писал и говорил с ошибками. В жизни Гончаровой появился Орест Розенфельд, а у Ларионова Александра Томилина. Ларионов работал над постановкой балета «Полуночное солнце» на музыку римского Корсакова в хореографии Мясина. Он был одновременно его художником, художественным руководителем, постановщиком танцев. Премьера прошла с 7 декабря 1915 года в Гранд-Опере в Париже наряду с Шахеризадой и Спящей красавицей. В 1921 году выходит балет «Шут» Сергея Прокофьева, годом позднее байки про лесу петуха, кота и барана Игоря Стравинского. Все они проходят с неизменным успехом. Позднее Ларионов формулирует свое кредо. Хореография в чистом виде это искусство движения, не скульптурности, не экспрессивной выразительности фигур, но движения. Наши эмоции могут быть выражены средствами живописи, скульптуры, хореографии, в последнем случае движение основное. Ларионов настолько увлекается балетом, что в эти годы мало занимается живописью. Постепенно он приходит к балетмейстерской системе записи движения каждого персонажа. Весь балет расписывается по минуту. В этих записях он как бы развивает фигурки персонажей, оставляя на них минимум облачения. Он стремится также минимально декорировать сцену, прийти к минимализму средств. Идеальным для него становится оформление действия в репетиционном зале. Даже Дягилев не был готов к такому новаторству, и многие идеи Ларионова остались на листах тетрадей и блокнотов. Постепенно Ларионов становится теоретиком, историком и критиком балета и выпускает несколько книг. Поглощенные театром он пишет самоповторы. Тем более, что хранители его наследия в России Николай Виноградов и Лев Жегин посылают ему из Москвы его ранние произведения. Часто они годами стоят неразвернутые, он начинает писать книгу о Дягилеве, смерть которого в 1929 году в Венеции потрясла художника и весь художественный мир. В 1928 году русский музей благодаря художнику Мидлеру и искусствоведу Пунину приобретает работы Ларионова и Гончарова и высылает им в качестве компенсации книги. Ну и на этом спасибо. Все-таки русский музей. На выставке в Москве современного французского искусства Ларионов и Гончарова не только участвуют, они помогают собирать в Париже ее экспонаты, готовят их для отправки, как будто чувствуя, что это последняя возможность показать свои вещи на родине. Во время экономического спада в Европе русские художники бедствуют. Фальк, Бакст, болезненно переживают неуспеху французской публики. Ларионов берется за атрибуции по составлению коллекции богатым людям, перепродает иконы в Англию и тем живет. Гончарова пишет стихи. Понимая неизбежность развязывания войны, Ларионов и Гончарова в 1938 году принимают французское подданство. Но жизнь течет раздельно. Часто время они проводят не вместе, а с друзьями. Гончарова с Розенфельдом, Ларионов с Томилиной, ставшие под конец его жизни женой и душеприказчиком. Эта сложная жизнь как бы вчетвером, Розенфельд заботится о материальном положении Ларионова, Томилина стирает вещи Гончаровой вынужденно. Она помогает им выжить в годы войны. После войны кажется, что все о них забывают. Артистическая парижская среда, равнодушная, самовлюбленная, уверяет, что лучизм не более чем мираж, оптический обман, призрак или розыгрыш мимолетного баловства. Лишь Мишель Сефо, художник и критик Амангарда, организует в 1948 году вблизи Нотр-Дам-де-Пари выставку лучизма. На ней он скажет, Ларионов и Гончарова руководили и вели к новому художественному пути русского искусства. Их творчество имело огромное значение. Их кисти написали тогда главнейшую главу искусства нашего века. В 1950 году Ларионов получает инсульт. Приступ случился в Лондоне. Гончарова выхаживает его, он учится писать левой рукой. С начала 1950 года мир вспоминает о них. Устраивается выставка работ Ларионовой и Гончаровой в Париже. Известные как театральные художники, они становятся как бы заново известными живописцами. Их работы включают в состав национальных выставок в Брюсселе, в Дюссельдорфе, в Руане, а персональные выставки организуют в Милане, в Базеле, в Бристоле, в Лондоне. В 1957 году Ларионов и Гончарова ведут переговоры о передаче безвозмездно работ на родину. Дорогой Левушка, писал Ларионов Жегину, раньше был болен я, уже семь лет, а теперь уже год как больна Наташа, может еле двигаться. Мы одни, у нас никого нет, мы работали, чтобы оставить все родине. Как это сделать, не знаем, как переправить туда. Здесь мы не знаем ни посла СССР, ни консула в Париже. Отелье и две квартиры завалены, посредине лежим мы, я и Наталья Сергеевна. Так всю жизнь продумали о картинах и книгах. Только скорее, Левушка, помогите, сообщите нашим товарищем, кто помнит нас. Письмо трогательное. Но Родина отказывается от дара. Ларионов с горечи сетует. Сейчас Советский Союз не особенно дорожит достижениями, сделанными нами, но та работа, которая была сделана нами в центре страны, в городе Москве, на Первой мировой войне, важна. Зачем отдавать ее Западу? 17 октября 1962 года в клинике Парижа скончалась Наталья Гончарова. Ларионов переживет Гончарову всего на два года. Он будет стремиться домой, к дорогому прошлому, хотя бы мысленно. Мне из-за моего здоровья трудно будет даже прилететь в Москву. А может быть, все же Бог даст прилечу? Уж очень хочется увидеть Родину. Для меня это было бы самое большое счастье. 10 мая 1964 года Ларионова отпевали в православном соборе Дарю, главной русской церкви в Париже. Похороны состоялись на кладбище Еври-Паризьен, и там, где покоится Гончарова, будет похоронена и Томилина. И вот тогда началась настоящая эпопея, которая проражалась довольно долго, перевода вещей по завещанию, официально подготовленному самой Томилиной, перевода вещей в Советский Союз. Французы потребовали с нашего правительства большой налог на наследство. Это было вполне законно, отвечало французским традициям. Французы попросили 65 произведений и живописи рисунка Иларионовой и Гончаровой в счет уплаты этого налога. И тогда происходила такая торговля. Я помню, как французскую сторону представлял директор центра Помпиду Мартен, а от нас был Генрих Попов от Министерства культуры и я, так сказать, от искусственной науки. И вот мы буквально споря из-за каждой картины делили это наследство между советской и французской стороной. Причем, я должен сказать, что французы проявляли максимум доброй воли для того, чтобы не лишить нас каких-то картин, которые могли существенно пополнить наше национальное собрание картин этих художников. и я очень хорошо помню, как удалось путем долгих обменов, колебаний получить в пользу Советского Союза такие великолепные вещи Ларионова, как курящий солдат или такие вещи Гончаровой, как натюрморт с ананасом, которые были такими центральными вещами этого наследства. КОНЕЦ КОНЕЦ